Добрый день, дорогие мои друзья! Мне хочется продолжить нашу тему, начатую в предыдущем видео, листая старые журналы. Посмотрите, у меня их два. Один журнал, вот этот журнал 46-го года, наш российский, а потом еще будет журнал 37-го года, французский. Посмотрите, какие модели вот здесь вот. Что мы можем отсюда взять? Мы можем взять какие-то отдельные элементы. Вот почему вот это, например, не взять? Очень много моделей, у которых подчеркнута талия. И так как мы говорим с вами сегодня о том, что нам нужно брать какие-то идеи, посмотрите, вот какой карман интересный, переходит вот в такую пату, а из этой паты тоже идет какой-то карман, да? Да, сложный. Или вот этот вот вариант, посмотрите, какой интересный. Кокеточка переходит вот в такой вот, тоже какой-то пластрон и оформляется вот таким вот образом. Дело в том, что трудность сегодняшнего дня заключается в том, что мы перестали иметь вот такую тонкую талию. И один в один брать вот эти вот наши замечательные модели мы, конечно же, не можем. Но все равно какие-то вот такие вот отдельные моменты, почему нет? Посмотрите, это, так сказать, домашняя, наверное, какая-то одежда. Домашняя одежда. И нет ни одной фигурки, у которой не было бы поясочка по талии. А у нас сейчас редко какой фигурке нужен этот поясочек по талии. Поэтому я призываю вас вот так вот всматриваться вот в это все, да? Но выбирать для себя просто отдельные элементы, какие-то отдельные идеи. Помните, что если мы с вами стали не очень худенькими, то нам важно создавать вот такую вытянутую линию, вытянутого прямоугольника. Может быть, взять, убрать вот из этого пальто вот этот поясочек. Может быть, не делать вот таких вот выразительных горизонтальных акцентов здесь, да? Вот на этом изделии и будет замечательно. Вот, пожалуй, единственное пальто, которое идет без пояса. Это годы другие в нашей истории. Они не такие сытые, как последние наши годы, да? Посмотрите, вот тоже вертикальная линия явно читается. Вот с таким интересным подрезом, да? Можно спокойно вот эту идею брать. Рукавчик цельнокраеный с центральной частью полочки вот в этом месте. Тоже интересно все получается. Вот эта идея для фигурки нижнего типа бы подошла. Я еще порисую отдельно модельки на базе вот этих вот картиночек. Сейчас я просто хочу вам их полистать, показать, чтобы вы так же, как и я, могли остановить это видео и насладиться вот такой вот красотой рисованных моделей. И этот цикл я буду вам продолжать до тех пор, пока у меня не закончатся вот эти два журнала. Потому что я считаю, что это надо сохранять, это надо смотреть, этим надо вдохновляться. Потому что такого многообразия вот каких-то отдельных элементов, как было это раньше, сегодня этого нет. Посмотрите, какая в целом тоже забавная, интересная идея. Вот такой вот нежный, романтичный плечевой пояс со спущенным плечом, с таким фонариком, рукавчиком. И это все из кружевного полотна сделано. И дальше идет вот какое-то наше платье, уже любое. Тоже подойдет многим и многим-многим, потому что вот эта часть, она создаст вот этот самый вытянутый прямоугольничек. Вот здесь тоже, если убрать поясочек, будет вытянутый прямоугольник создан. Посмотрите, как интересно. Может быть, от чего-то стоит отказаться. И обращайте, пожалуйста, внимание, шляпки. Какие красивые шляпки. Каждый ваш наряд будет законченным только тогда, когда на голове есть головной убор. Это всегда элегантно, это всегда безупречно, это всегда очень красиво. Вот чей-то ребеночек уже вот тут вот немножко поработал в свое время. Мне достались эти журналы на время. Мне отдали их, когда я ходила на тренировки, на йогу. Вот одна из этих, узнав, что я занимаюсь шитьем, она говорит, а у меня есть вот такие два журнала женщин моих, вместе с кем мы ходили. Она мне их дала. Другая моя девочка-ученица. Посмотрите, какие пляжные модели, да, на молодых были раньше. Шортики внизу и вот какая-то юбочка сверху, такой коротенький халатик. Почему нет? Сегодня это тоже сколько угодно работает, да, мы носим с вами в другой немножко интерпретации. А другая Ирочка Милушова, да, и бог ей всяческих благ, и здоровья, и счастья, она мне вот это сфотографировала, отцифровала, так сказать, да, и у меня долгое время даже где-то на ютубе болталось вот это видео с такими вот картинками. Так, сколько там у нас сегодня? Пять минут. Мы заканчиваем. Уже пошла детская одежда. Давайте мы пролистаем этот журнал с детской, с идеями. Детская одежда, которая сейчас тоже вот так же вот повторяется. Посмотрите, как красиво. Сейчас тоже детская одежда стала сложной. Она шьется, как для взрослой барышни, да, и повторяет все элементы взрослой одежды. И пальто на подкладочке, и брючки какие-то, посмотрите, практически подростки у нас, да, домашняя одежда какая-то. Практически нет нигде брюк. А какая обувь? Именно такую обувь мы сегодня с вами носим. Посмотрите, как интересно. Сарафаны какие-то. Это вот домашняя одежда. Халатики домашние, пожалуйста. Вот в домашней одежде только есть у нас брюки. В каких-то пижамках. Так, пляжная одежда. Пять минуточек. Ну, давайте досмотрим уже этот журнал до конца. А в следующий раз начнем. Смотрите, какой замечательный пляжный комплект. Шортики какие-то, да, или купальник может быть. И сверху вот такая юбочка. Юбочку сняли, или халатик вот этот вот сняли. И там у вас ваш замечательный спальный, спальный, пляжный комплект. Ну вот, мои дорогие, на этом разрешите сегодня закончить. Долистала я вам журнал советский. Называется он с, сейчас скажу, как называется. Стар, вот это его, вот этот журнал. Сорок шестого года. Новые летние мотивы. И в следующий раз я вам покажу французский журнал. Всем всего доброго. До новых встреч. Всегда ваша Галина Коломейко.